Субтитры подогнал «Симон» 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 Ой. А ты кто такая? Ну, вы знаете, это просто большая ошибка все. Вот как? И это у тебя наглости хватает? За, говорите! Варя! Варя! Варя, погоди! Погоди! Стой! Варя! Поехали! Варя! Ой! Скажите отсюда! Колобо украшенной! Ну, не знаю. Девчонки — это он. Симпатичный. Подойди, первая. Подойди, первая. Ладно, ладно, вы идите, я догоню. Угу. Хорошеньки. Пойдем. Алло, какая клиника? У меня нет морщин. Что значит еще впереди? Держи. Спасибо. Я думала, это мне мама звонит. Ха, такая же фигня. Я свой телефон даже в спортзал беру. Он похож на принца. А ты, кажется, Наташа. Да, ты, Женя. Да. Ты недавно у нас тут учишься, да? Да, мы недавно переехали. Ну, понятно. Катя, ты чего? Где профессор? Он не придет. Почему? Девочки, давайте собирайтесь по дороге. Расскажу, давайте едем быстрее. На поминке. Кому на поминке? Надо забрать посылку из Швейцарии. Послушайте, это только там вдова. Осторожно, она на всех кидается. Катя, это ты мне звонишь. Может, ответишь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Эээ, нет, это не Ира, это Катя. Елизавета Шпак? Елизавета... А, это вашу куртку я случайно прихватила, да? Очень приятно. Ну, давайте встретимся, произведем, так сказать, культурный обмен. Девочки, сделаем так. Кать, мы с тобой пойдем в это кафе встречаться с Лизой Шпак. Ну, а Жанна тогда поедет к вдове с зараплетницей. Жанночка, Ира права. Ты у нас самая пробивная. Нотариус особого назначения. А у тебя родители чем занимаются? Ну, у меня мама репетитор по математике. Это, наверное, не так круто. Ну, почему же? Зато хорошая оценка в четверти, да и в году. А папа? Ну, папа у меня знаменитый киноактер. Да ладно. Круто. О! Я здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что так вышло. Простите. Да ничего, не извиняйтесь. Мне в этом тоже досталось. А вам-то за что? Я была секретарша покойного. Сочувствую. Угу. До свидания. До свидания. Всего доброго. Счастливо. Ну вот, одной проблемой меньше. Да. Мне срочно требуется какао. Можно мне какао, зефирками, взбитыми сливками и шоколадной крошкой. Чашку чая с лимоном. Оставьте, пожалуйста, одно меню. Так. Посмотри. Тебе не кажется это странным? Это не странно. Это просто возмутительно. На конверте картина Клода Мане. Искусство становится более прикладным. Ну вообще, куда мир катится, Ир? Жан! Жан! Девочки. Я, конечно, раздых вдов видела, но таких. Она тебя что, тоже приревновала? Не то слово. У тебя что там, бабушкин утюг? Тетяна раклетница. Что? Это такой гибрид фондюшницы и котлетницы. Сверху гриль, а снизу сыр плавишь. Так, девочки, сейчас приду. Видимо, нужная вещь в хозяйстве. Какой ужас. Как настоящий. Как настоящий. Ага, понятно. Пулевое в голову. Ага, понятно. Пулевое в голову. Товарищ капитан. Да? Чего тебе? Там один свидетель утверждает, что видел женщину. Главную свидетельницу. С пистолетом в руках. Смотрим. Выбежала девушка вот эта вот с рыжими волосами. Старший следователь, капитан Яблоков. Вы задержаны до выяснения обстоятельств. Что? Мы Катю никуда не пустим. Вы, кстати, тоже задержаны. Как? Мы что, арестованы? Пока задержаны. А там видно будет. Собирайтесь. Нужно звонить Ивушкину. Срочно. Вот мы, Игорь Мыков. Понятно. Вы знаете, я, к сожалению, поиском домашних животных не занимаюсь. Господин Ленин, Геродник, найди, пожалуйста. Я прошу, видите, у меня рука какая легкая. Найдете моего Тимошеньку, сразу в любви повезет. Я понимаю. Секундочку, извините. Да, Ира. Привет. Рад тебя слушать. В какое отделение вас везут? А ты спроси. Извините. Мы не договорились с вами. Деньги уберите, все равно не возьму. Да, записываю. Ну, пожалуйста. Поищите, пожалуйста. Все, еду к тебе. Хорошо, да. Я понимаю, я все понял. Я ничего не обещаю, но постараюсь что-нибудь сделать. Извините, мне надо бежать. Спасибо, миленький. Спасибо, родненький. Спасибо. То есть, это все не ваше? Не мое. А на конвертике ваши отпечатки? Да, честное слово. Я этот конверт в туалете нашла, возле раковины. Угу. И пистолет тоже нашли. Ну, да. То есть, вы так вошли и взяли чужие вещи? Ну, а что поделаешь, если у художника хватательный рефлекс опережает сознание. О, вот и наш спаситель. Сережа. Девушки, вот привел вам адвоката. Очень хороший специалист. Зовут Семена, знакомьтесь. Очень приятно. Взаимно. Ну, давайте, рассказывайте. Что, опять в кафе ходили? Яша, привет. Я сегодня вовремя? А где все? Где же мне найти папу актера? Яша, сидеть. Сайт знакомств? Ну, мама дает. О, тут и актеры есть. Ну что, можете идти домой. Слава богу. Но город покидать нельзя. Вы под подпиской о невыезде. Что значит нельзя? У меня оплаченный круиз по Балтике. А вот с круизом придется подождать. Разве что настоящего убийцу быстро поймают. А пока в голове капитана вы подозреваемые, а вы – возможные сообщества. Скажите, пожалуйста, ну кого я предположительно убила? Вот кто это? Ну, убитый некто Леньков. Сотрудник частого соснового агентства «Лео». А ваш коллега, да? Можно и так сказать. Опасно у вас работы. Да. Ну, всего доброго. Да, спасибо. Я позвоню. Ладно, мне тоже пора. Меня ждет мой банкир. Если, конечно, ждет еще. Пока. Пока. До свидания. Было очень приятно. Меня профессор уже заждался. Волнуется, наверное. А это завтра отнесу. Спасибо. Кать, все будет хорошо. Ну что, пойдем? День посидим, кофе попьем. Я хотел с тобой поговорить как раз. Я не могу. Извини. Ира, погоди. Я не понимаю. Ты что, меня избегаешь? Да просто... Я устала и... Может быть, не сегодня? Как-то это сложно. Ну, если сложно вдвоем, то легче как-то разгресить. Можно я подумаю об этом завтра? Хорошо. Ловлю на слове завтра в семь и на площади в кафе. А то я не об этом. Ладно. Договорились. Пока. Вчерашний день прошел ударно. Это да. Подозрение в убийстве. Подписка о невыезде. Сорванные планы. Теперь нужно подумать над вопросом Чернышевского. В смысле, кому на Руси жить хорошо? В смысле, что делать? Ира, ты к чему клонишь-то? Подумай, кому больше всех надо размотать этот клубок? Это нужно всем нам троим. Потому что у Иры дочка, у тебя профессор, но у меня круиз. И, возможно, там будет очень много симпатичных мужчин. А банкир? Забудь. Яша! Яша! А какой это банкир? Жанна! Вот с такими ушами. Ясно. Нам надо найти убийцу Леникова. Мальчику, уйди! Ира, а как найти-то? Для начала нужно сосредоточиться и постараться вспомнить в подробностях, что произошло в туалете. Ну вот зашла я в туалет. И на раковине увидела конверт с картиной Мане. Катя, как ты можешь быть такой невнимательной? Но конверт ему вручила эта рыжая. Девочки, странно то, что на раковине лежал другой конверт. Рыжая убить там удала. Сено в руане. А лежал пляж на Прувилле. Значит, план такой. Девицу ищем, но главное выяснить, какие дела вел Леников. Свяжись с этим агентством Лео и договорись о встрече. Есть. У них по закону должна быть картотека, архив дел. Будут юлить. Скажи, что отберем лицензию. Угу. Серия, посвященная Клоду Мане. Да. Вот. Вот конверт, который отдала эта девица убитому. А вот это я нашла в туалете на раковине. Угу. Угу. Какой ты спам. Неужели наш совет сработал? Ну, счастливой прогулки. Привет. Привет. Клево выглядишь. Спасибо. Как дела вообще? Нормально. Рассказал о своем студии, что почти познакомился с одним киноактером. Серьезно? Нет. Какие роли твой отец играет? Да слушай, у него все время разные образы. Даже не узнать его. Наташа, а познакомь меня с ним. Зачем? Ну, поделиться опытом. Даст ценный совет. А, прошу прощения. А вы тут часто бываете? Ну? А вчера были? Вчера? Да вроде бы. Слушай, извини, я видел у тебя там регистратор. Конечно, я без него никуда. А можно посмотреть? Ну, за то время. Я отблагодарю. Да не проблема. Вот. Да, это она и есть. Так. Еще когда-то... Ваше прошло. И так. Нам еще понадобится... Нам еще понадобится... Так, форма 9 у вас есть? Вот... А, нет, это форма 7. Форма 7. Ваш чай? О, спасибо. Директор освободится буквально через 10 минут, у него переговоры. Ой, я думала, вы за главную. Нет, я секретарь Марина. Очень приятно. Марин, а можно с вами проконсультироваться? Ну, как с опытным сотрудником? Ну, конечно. Дело в том, что мы бы хотели заказать, ну, наружное наблюдение за одним человеком. И нам нужно, чтобы это делал определенный детектив, господин Леньков. Ну, у нас очень, очень много сотрудников. Но мы бы хотели, чтобы именно Леньков. Потому что нам его рекомендовали как очень опытного сотрудника. Вот. Что такое? Тебе плохо? Воды! Марина, пожалуйста, принесите воды! Сейчас, сейчас, секунду! Марина, быстрее! Леньков, есть! Вот-вот-вот водичка! Ой, спасибо огромное! Вы даже себе не представляете, как вы нас выручили! Фух! Ой, извините, мне надо... Мне надо... Ой, с ней часто такое... Слабенькое... 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 Сегодня ночью мне приснился сон. Точнее, кошмар. Муж пришел не один. В руках у него был младенец. За спиной кто-то стоял. Лицо я не видела. И муж мне говорит, Катя у нас будет жить. Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан Яблоков. Могу я видеть управляющего вашего агентства? Присядьте, пожалуйста. Сейчас он подойдет. Как выглядит ваш муж? Муж? Да. Да. Да, спасибо. Игорь Васильевич, к вам из полиции. По поводу Ленькова, наверное. Мариночка, встретьте, пожалуйста. Я скоро. Итак, на чем мы остановились? Муж? Он профессор. Угу. Но лучше бы фотографии. Нет. Фотографии нет. Потому что ему один шаман из Африки сказал, что по фотографии можно сглазить человека. Вот. Добрый день. Вы искали Игоря Васильевича? Да. Он сейчас немного занят. Как только освободится, я вас сразу позову. О! Здрасте. Это моя сестра. Угу. Яблоко впутываю. Дамы, я благодарю вас, что вы обратились в наше агентство. И если вы не возражаете, я вас провожу. У меня к вам вопрос, пожалуйста. Мне нужна ваша консультация. Посмотрите в окно. Там стоит машина. Что вы можете о ней сказать? На первый взгляд, она мне не кажется подозрительной. Ну, конечно. Это же моя машина. Мне ее бывший муж отдал. Извините. Девушка. Девушка. Что случилось? Главный. Игорь Васильевич сейчас занят. Не могли бы вы присесть? Не могу. Я вас позже сама провожу. Пожалуйста, присядьте. Я сейчас вызову охрану. А ты попробуй. Я вас выведу на чистую воду. Перестаньте хулиганить. Вот он. Игорь Васильевич, вот к вам дама. И товарищ тоже. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Ваш малохольный детектив целый месяц следил за моим мужем. А потом доложил, что он чист как стеклышко, что у него никого нет. А после смерти Володеньки… Я соболезную? Подавитесь своими соболезнованиями. С работы. Мне принесли все его документы. Я там нашла фотографии, где он то с одной бабой, то с другой. Ну, мало ли кто на этих фото. Так вот я и пришла, чтобы получить фотографии из отчета вашего Ленькова. И забрать их на руки, раз уж за это уплачено. Простите, что прерываю вашу милую беседу. Старший следователь, капитан Яблоков. Добрый день. Мне тоже нужно с вами поговорить о Ленькове. Оперативно работаете. Давно пора прикрыть эту лавочку. Так, я прошу вас, пройдемте в мой кабинет. Мариночка, и приготовьте нам кофе. Конечно. Вот. Как тесен мир? Ты даже не представляешь, насколько это вдова, у которой забрала Катину Роклетницу. Ого. Это что, волшебное место? Медом намазали? Я думаю, что здесь что-то не так. Нужно выяснить, что. Жан, подбрось меня, пожалуйста, до площади. Я с Ивушкиным встречаюсь. А, да, конечно, подвезу. Тем более, у меня тоже встреча. У тебя новый банкир? Нет, у меня новый интернет-друг. Он хозяин автосалона, увлекается Пушкиным, ну и оригами. Так что Леньков, скорее всего, продавал объекту слежки компрометирующие его материалы. Здорово. Здрасте. Ловко. И объект доволен, и клиент спокоен. Да не, не скажи, не всегда. Вот, например, Варвару Примакову, за мужем которой следил Леньков, спокойной ты не назовешь. Ты давай, рой, рой. Тут должны быть зацепки. Может быть, нам лучше рыжую девицу поискать? Какую? А, вот эту? Эту я уже нашел в агентстве. Все. Имя установил, адрес установил. Соня Рыбакова, жена бизнесмена Вячеслава Рыбакова, который, собственно, и заказал слежку за своей благоверной. Ну, в конверте, который рыжая передала Ленькову, там были фотографии другого мужчины, не ее. Вот. В том же и фокус. Получается, что либо убийца успел забрать конверт, либо его спрятала... А, вот. Вот эта барышня. Итак, эта Дронова на опытную преступницу не похожа. А это означает, что... Что? А это значит, что она ошибется и выдаст себя. И я хочу, чтобы в этот момент наши люди были рядом. Ну что, Яша, обновим статус? Одинокая, интеллигентная женщина. Я считаю познакомиться с актером. Ира, тебе... Тебе нужна защита, тебе нужна опора. В конце концов, просто мужская помощь по дому тебе нужна? Нужна. И не только по дому. Есть один сайт. Он занимается дизайнерскими конвертами. Мне бы узнать, куда были доставлены определенные конверты. Это же возможно? Да. Зачем? Нужна. Вот. Чувствую, что нужно. О! Валик! Валик, что с тобой? Что? Что? Что это? Ай, дароклетница. Я все время забываю ее отвезти тетиной подруге. Она меня убьет. Катюш, не переживай. Я тебя спасу. Сейчас мы ее возьмем и отвезем на моей машине. Правда? А капитан со Сверидовым сейчас обедают. Пюре с котлеткой. Компот. Слушай, заколебал и так в желудке бурчит. А Сверидов точно себе рыбу возьмет. С овощным рагу. Заколебал. Все, я в Пирожкову. Если что, свистнешь. Что? Объект наблюдения покинул дом. Загружает в багажник большую коробку. Наверное, полную еды. Заводи. Ага. Это что, все дела Ленькова? Да. И каждое вот снабжено таким ироничным названием. Блондинка в законе. Это очевидно про эту блондинку. Вдову. Ревнивую, да? Угу. Так. Смотри дальше. Огневая Соня. Это из этого. Из кафе, которая с Леньковым сидела. А, да-да-да. Дальше перед заходом солнца. Ну, здесь какой-то старичок. Он все время с какой-то пожилой дамой. Ага. Вот. Ну и окончательный анализ. Какой-то обычный человек. Ну, ничего особенного. А вот интересно. Вот что бы написали про нас, если бы за нами следили? Едем дальше, а? Пожалуйста. А как же это крикнется? Ты знаешь, я вспомнила, что деть на подруге сейчас нет дома. Ага. Я уже думал, что ты хвост увидела. Какой хвост? Который вон убился за нами от самого дома. Да? А ты как его заметил? Спасибо женским детективам. Кстати, масса интересного. Я тут начал использовать в научной работе. Я как-то следил за одним африканским колдуном. Представляешь? Оль, пожалуйста. 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 Быстрее. Нам нужно уйти от вагоне. Сейчас уйдем на счет. Раз, два, три. Ой. Опять вы? Что это с вами? Снимаю стресс после посещения детективного агентства. Ну, я думаю, блондинку в законе сразу откладываем. Им занимается Яблоков. Ну да. Она в него так вцепилась, что у него не было шанса отказаться. Да с этими сумасшедшими лучше не связываться. Так. Ну, Рыжий, нас разыскивает полиция. И для Яблокова это самый верный след. А для тебя? Для меня нет. Если бы она была убийцей, она не стала бы светиться в кафе. Там, где убитый и конверт. Ее кроме нас еще человек десять. Ну, вообще, да. Так. Остаются вот эти два дела. Подожди. Этого старичка я знаю. Да. Это точно он. Откуда? Это антиквар. Фамилия его Платицын. Он часто к нам ходит в контору. Ну, заверяет документы на антиквариат. Он живет в центре города. Кстати, он холост. Ты что, работаешь секретным агентом? Любимый, я не могу на этот вопрос ответить утвердительно. Почему? Потому что, если я не секретный агент, то я Саврусская лавда. А если секретный, то я нарушил государственную тайну. Ну, не с ней хоть как-нибудь. В юности, я увлекался картинкой. Скажите, а вам знакома вот эта гражданка? Да. Она приходила на поминки моего Володеньки. Да? С какой целью? А вы сами как думаете? Мне интересно, что вы думаете. Ну, она сказала, что допустила ошибку. Ага. Ну, предлагаю начать с этого. С дела Платицына. Потому что есть мотив. Он старик одинокий, богатый. Ну, да. Квартира полная антиквариата. Допустим. Заказчик – криминальная личность. Леньков узнал и стал шантажировать. Ага. Ладно. Адрес квартиры я узнаю. А вот что делать с шифром? Я буду думать. Пока не знаю. Да, Кать. Какая погоня? Ааааа! Ой, мамочки! Вань! Ааа! Ааа! Ой! Ой! Ой, кошмар! Я даже на курсах экстремального вождения такого не видел. Ты тихо! Тихо! У нас сейчас машина навернется! Ну все. Привет. Полный привет. Парень, у тебя что, права отнять? Ты хочешь что, до пенсии пешком ходить? Извините, парни. Оперуполомоченный старший лейтенант Кобылкин, предъявите ваши документы. Частное детективное агентство. Лео. Детектив. Калинин. Мне кажется, за мной тоже следят. Смотри. Эта машина здесь уже несколько дней стоит. Там явно кто-то есть. Угу. Он смотрит на наши окна. Он пытается вычислить твою квартиру. А вдруг это убийца? Ну ему же хуже. Мы его сейчас сделаем. А мы? Ну да. Звони Яблокову. У тебя есть его телефон? Нет. У меня есть телефон Ивушкина. Ну звони своему сыщику. А мы пока задержим этого во дворе. Как? Как? Я часто бываю в командировках. Соня остается одна. Угу. И что же вам сказал Леньков? У нее никого нет. Она просто проводит время с подругами. Ну знаете, там спа, шопинг и прочие женские пустяки. Хотелось бы об этих пустяках поговорить с ней лично. Она сейчас на даче у подруги. Но завтра мы будем с ней на открытии выставки. Где? В галерее Купидоны Ка. Я дам вам приглашение. Это удобно? В галерее? Да, удобно. Ты что, предлагаешь конесы проколоть? Хорошая мысль. Значит так, иди туда и дай мне знать, если он вернется. Как? Ну, покричи или позови свою собаку. И главное, сама убегай. Угу. Хорошо, что ты так быстро. Он там. Там? Там. Только что вернулся и сидит не усовывается. Вон там. Постойте здесь. Не надо ходить. Сереж, осторожнее. Осторожно. В чем дело? Будьте добры, ваши документы. Простите, вы сейчас не детектив, я не обязан вам ничего показывать. Правильно, арестуйте его. Да, он тут все время крутится. То за гаражами, то на детской площадке. Я в полицию хотела позвонить. Он еще и в окна заглядывает. Может, это террорист? Хочет дом взорвать? Я не террорист, я сотрудник фирмы. Какой фирмы? Я сотрудник строительной фирмы. Руководство попросило меня приехать сюда посмотреть место здесь под уплатительную застройку. Что? Это что еще за уплатительная застройка? Разберитесь, разберитесь. Значит, у нас деревья били. Не дадим. А куда я? Что это вы? Стой, 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 стой. Шан, ты что, колеса все-таки спустила? Ну да, я нашла какую-то железную штуку и проколола колеса. Ты даешь, вообще, это же статья за хулиганство. Ир, я вообще тебя не пойму. То тебе страшно, что тебя кто-то преследует, то теперь хулиганство. Да, я вообще, честно говоря, начинаю понимать твоего бывшего мужа и не завидую твоему будущему. Ты сейчас очень не права, Жанна. Ир, прости, пожалуйста, но это нервы. Я пошла. Нет, вы вылезайте отсюда, расскажите нам, чем вы собираетесь сниматься, а? Да, давайте разбираться. Колеса вы пробили? Мы. Прекрасно. Вы знаете, что за это положено? Знаем. Статья за хулиганство. Кушать хочешь? Пойдем, я тебя покормлю. Кобылкин! Я здесь. Хватит страдать жертвы ДТП. Родина дает тебе шанс искупить вину. Кровью? Любовью. Улыбнись, Кобылкин. У нас тут подозреваемая, на судя по переписке на сайте знакомств, активно ищет актера для знакомства. Есть найти актера? Уже нашли. Прошу любить и жаловать. Ярослав Кобылкин, заслуженный герой-любовника управления внутренних дел. Чего? Иди брейся, Кобылкин. Деньги на цветы получишь бухгалтерии. Фото я твоё отправил, свидание назначил. Ну, то есть не я, а ты. А куда я её пригласил-то? Не бойся. Тебе понравится. А? Да. Совсем забыл. Вот списки клиентов, которые заказывали дизайнерские конверты. Тут фамилия, адреса. Всё, как ты просила. Спасибо большое. Только... Только скажи мне вначале, зачем тебе нужны эти списки? Может, ещё в варенье? Это же я сама варила. Ир, мне же не пять лет, чтобы при виде сладкого я про всё на свете забывал. Последний раз у вас с подругами тоже влезли в расследование. Помнишь, чем это закончилось? Я познакомилась с тобой. Заехала на работу и узнала адрес Платицына. Ну и какой? Пушкинская, 40, квартира 22. Но сейчас мы едем не туда, а в шахматный клуб. Зачем? Затем, что господин Платицын каждую субботу его посещает. Ну, хорошо, что не с парашютом прыгает. Потому что мне духа не хватило поднедряться. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Вижу его. Вот, пожалуй. Я к нему. Ага. Как ходит корня? Ну, к В. Г. Ага. В какую сторону? Добрый день. Вы не хотите составить мне компанию? С удовольствием. Пожалуйста. У вас свободно? Благодарю. Свободно. Вообще-то я, барышня, в поддавке не игра. Я тоже. Прошу. Ну, давайте начнём. Это конь. Он ходит буквой «Г». Да. Наша партия напоминает мне одиннадцатого мая тысяча девятьсот девятьсот седьмого года. А в этот день Гарри Каспаров поиграл матч к компьютеру. Спасибо за сравнение. Шах. Вы что, чемпион по шахматам? Я математик. Давно у меня не было такого сильного соперника. Особенно женщины. Считаете женщин ограниченными? Наоборот. Сюда. Где дама, жди сюрпризы. Чувствуется мудрость женатого человека. Да нет. Я вдовец. Недавно встретил женщину. Любовь к моей юности. Ну, вам это неинтересно. Нет, нет. Пожалуйста, расскажите. Очень интересно. И как её зовут? Лиза. Мы были счастливы. Однажды позвонил незнакомец и представился частным детективом. Да вы что? Да, да, да. Он сказал, что его наняли, чтобы следить за мной. И хотел бы со мной поговорить в приватном кафе. Опа. Прошу. О, благодарю. Дождик, ножичек. Где ваша машина? Вот. Красненькая. Да. Мне очень было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, мы ещё с вами пересечёмся, сыграем. Благодарю. Обязательно. Партию в более подходящей обстановке. Буду ждать звонка. Обязательно позвоню. Ох, не удашьте меня. Осторожней. Значит, этот детектив хотел вам продать фотографии, компрометирующие Лизу. Да. За пятьсот евро. Но я сказал, что он подлец и платить не стал. Счастливо. Всего доброго. А вы знаете, кто оказался заказчиком этой гадости? Бывший муж Лизы. Да нет, но это, наверное, у неё не хватило дома. А заказчиком была моя сестрица. Что дело в наследстве? Ну, это уже очевидно. Она боялась, что всё заберёт Лиза. И что же вы сделали? Да я переписал завещание. Ещё раз большое вам спасибо за партию. До свидания. Всего доброго. Ну? Он не убивал Линькова. Почему ты так думаешь? Потому что к нему вернулась старая любовь, он счастлив, и ему не надо в тюрьму. Антиквар отпадает. Понятно. Ты что такая довольная? Ну, просто мужчина, с которым я сейчас играла в шахматы, он оказался галеристом. Причём крупным. Купидон и Ко. Да? Этот мужчина холост. Ты неисправима. Да, я такая. Итак, дело антиквара убираем. Остаётся три дела. Огневая Соня, блондинка в законе, окончательный анализ. Девочки, вот тот мужчина, которого я видела на фото, который лежал в конверте в туалете. Итак, значит, объект слежки по делу окончательный анализ с Линьковым уже встречался. Но непонятно, почему он забрал не все фотографии. Ну как, он забрал те фотографии, которые его компрометируют. Зачем он тогда оставил другие? Для семейного альбома, что ли? Да, да, да. Абсолютно верно. Ну, давайте, за ваше здоровье тогда, да? Ярослав, здравствуйте. Это я вам писала на сайте. Здравствуйте. Это вам. А вы точно совершеннолетняя? Светлая. Нет, а какая разница? Один парень тоже так говорил, а ему десять лет дали. Извини. Да вы не бойтесь. Я же не для себя знакомлюсь. Для мамы. Надо же, девчонку потослала. Прощупывают почву. Опытная. А какой адрес у антиквара? Пушкинская, 40, квартира, 22. А зачем нам сейчас адрес? Шифр на деле антиквара начинается с ПШК. То есть, Пушкинская. Пушкинская. Угу. Дальше, логичен должен идти номер дома и квартира. 59, 96. Но мы знаем, что это 40, 22. Это как уравнение с одним неизвестным. Сейчас. Ну, вообще, а если это как-то связано с названием фильма? Ну, или сюжетом? Гениально. Год выхода фильма 1974. Почитаем. 9, 6, 10, 9, 0. Если это получаем, 2, 2. 40, 22. Обалдеть! А остальные цифры? Ну, остальные цифры, судя по их количеству, это номер телефона. Ну, это не может быть что-то сложное. А Леньков не в разведке же работал. Ну, да. Звони. Три, пять, тридцать, шесть, шесть, шестьдесят один. Слушаю вас. Я вас слушаю. Антиквар. А как ты догадалась? Просто вычла каждую цифру из десяти. Не спрашивайте, почему, интуиция математика. Девочки, теперь у нас есть телефоны и адреса объектов наблюдения. Ну, хорошо бы нам узнать адреса заказчиков. Ох, размечталась. Эти сведения есть только в агентстве Лео. Лео Яблокова, фуагра и кролика по-венгерски. Фуагра и кролика по-венгерски. Хорошо. Кобылкин, завязывай кряхтить. Переходи к делу, ясно? Ясно. Что ясно? Что вы вместо мамы пришли. Я только не понимаю, зачем. Ярослав, я должна быть уверена, что вы нам подходите. Вам? А в каком качестве? Ну, в качестве папы. А вы правда актер? Точно. Все ясно. Они готовят спецоперацию, где понадобится фиктивный папа-статист. Мне на тех напали. Сережа, я звоню по делу. Ты не можешь узнать, кто живет по адресам, которые я тебе скину? Это вообще такая благотворительная акция к Новому году. Не рано ли начала поздравлять? Самое время. Ну ладно, присылай. Подумаю, что можно сделать. Пока. Спасибо. Не пропадай. Так, Ирина Сергеевна, посмотрим, кого ты у нас разыскиваешь. Ага. О, спасибо тебе, Геннадьевич. Мам, я дома. Привет. Привет. А у меня для тебя сюрприз. К нам сегодня придет мой ученик. Ты его ни разу не видела, но мы договорились с его родителями, чтобы вы поженились. Чего? Конечно, не сейчас, через пару лет. Ну, ты знаешь, я поговорила с ним. Мне такой зять подходит. Зачем ты завела на сайте знакомств в страничку от моего имени. Тебе хотела помочь. Не надо устраивать мою личную жизнь. Я с ней разберусь сама. Я знаю, как ты разберешься. Будешь сидеть, лопать в мороженое, смотреть мелодрамы и плакать. Так. В нашей стране нет закона, запрещающего взрослым женщинам плакать в мороженое. Мама, ты даже Ивушкина к себе не подпускаешь. Я нашла себе актера настоящего. Вот и пусть посвятит себя искусству. А ко мне даже близко не подходит. Поздно. Я уже пригласила его в гости. Завтра в 12.00. Так. Наташенька, а помнишь, что я на каникулы хотела поехать в Крым? Так вот, теперь ты будешь сидеть дома и решать задачи по математике, геометрии, физике и химии. Мама, это не честно! А я к вам, мама. Не понял, ты что, плачешь, что ли? Ты в школе из-за тройки расстроилась. Когда человек отводит глаза в сторону, это значит, что он врет. И что? А то, что я могу помочь. И я, кстати, умею хранить секреты. Я наврала своему парню, что у меня папа актер. И теперь он все время спрашивает и хочет с ним познакомиться. Ну, погоди. Ну, скажи ему правду. Я не могу. Тем более, я уже нашла актера и уговорила его на встречу с мамой. И что, он согласился? Да. Слушай, а знаешь что? Давай, я для твоего парня изображу актера. А вы сможете? Конечно. Я же театрально поступал. Правда? О, Розалинда! Здесь в своей любви тетрадь! Я верю и в субой, всю горечь, всем! Два года поступал. Не взяли. Ну, на твоем месте, я бы все-таки признался. Пошли к маме мириться. Я ей кое-какие бумаги принес. Спасибо, Сережа, за список фамилий. Посмотрим, за кем следил Леньков. Рыбакова, Соня. Вау! А это кто? Крупный бизнесмен Вячеслав Рыбаков. Угу. На открытии выставки галереи Купитон и Ко ожидаются почетные гости. Хм! О, наконец-то! О! Жан! Жан! Без нервов! Я позвонила своему галеристу, мы в списке гостей. Уже своему. Ну, а что, мы неплохо поладили за шахматами. И расскажи, это единственный твой вечерний наряд. Ну, а что? А ничего. Ну, что? Слишком вызывающе. Тем более, это точно твое, Егемерий. Так, а покажите-ка нам новую коллекцию. Угу. Давай. О! Это прямо на тебя. Да ну! Да! Жан! Да. Да, я, я, конечно, мужественный человек, но ходить по магазинам с женщиной даже такой красивой, как вы. Нет, это, за это надо орден давать. Какой? Ну, шопоголик в первой степени. Ой, извините. Да. Алло, Сережа? А ты сейчас занят? Вообще, да. Я на работе. Но скоро освобожусь. А что? Понятно. Вот так вот. С личным лучше повременить. Здравствуйте, Соня. Я коллега детектива Ленькова. Что вам нужно? Я же уже все заплатила. Может быть, поговорим в политехом месте? Где мы можно руки помыть? Я никогда не думала, что буду поклонницей абстрактного искусства. Но ваши картины для меня как музыка. Жанна, вы мед в моих ушах. Вы знаете, мне один критик сказал, что эти картины как океан снов, которые питают мои денежные реки. Хорошо питают? По три продажи вечер. у нас в агентстве подозревают, что Леньков приторговывал информацией. Как? Для журналистов? Надеюсь, что нет. Расскажите, что было в вашем случае? Ну, позвонил, сказал, что следит за мной. Я подумала, что это еще один извращенец. В каком смысле еще один? Ну, чокнутый поклонник. Влюбился в волосы. Это как? Ой, знаете, художники, бандиты, экспедиционисты, все как дети. Западают на яркое. Я честно сначала думала, что Леньков к линию подбивает. А он? Нет. Ему нужны были только деньги. Я сейчас принесу вам шампанского. Какая неожиданная встреча. Здрасте. Здрасте. Вы здесь одна? Нет. Я с другом. Честно говоря, я думала, что сыщикам ближе не абстракция, а как раз реализм. Опять туалет. Какой-то дежавю. Извините, тут яблоко. Тут. Ну, тут, в смысле, наверное, не Саш. Жанку опрашивает. Скажите, а вам ни о чем не говорит имя Соня Рыбакова? Нет. Ни о чем. Ни о чем. Так что насчет Ленькова? Оплаченная мной тайна останется тайной для мужа? Я поговорю с руководством. И было бы неплохо, если бы наш разговор остался между нами. Молчание за молчанием. Справедливо. Вы знаете, в пейзаже главное ракурсы и нюансы. Согласна. Я оставлю вас на пять минут. Мне надо кое с кем проститься. Договорились. Хорошо. Идем. Все, нам пора. Что? Куда? Почему? Жанка, живописи здесь ужасная. И что? Все, уходим. Давай, давай. Как? Ладно, скажи, что прервиновала. Ну и вечер. Главное, я поговорила с Соней. А я отжила яблоком. А я вас всех спасла. Девочки, я, кажется, влюбилась. Может, и шампанское в голову ударило? Я не пила, я же за рулем. Девочки, ну а вдруг это все неправда? Вдруг это мне все померещилось? И вообще этого не было? Я все забуду. Жанна, Жанна, поехали, а? Поехали. Соня, Я представила четыре дела Линькова, как систему линейных алгебраических уравнений. Что? Ира, объясни, пожалуйста, свою предельно свернутую мысль. Алгоритм заключается в последовательном исключении неизвестных. То есть, если я правильно поняла, убийца, например, не может быть художником. Конверты-то он поменял, а с картин-то напортачил. Ну да. Получается, что антиквар тоже не виноват. И муж этой вдовой блондинки, он вообще умер. И рыжая Соня. Ну она же ушла до убийства Линькова. Ч-ч-ч-ч. Девочки, я уже произвела все расчеты. Нам нужен Виктор Клюев. Объект слежки по делу, окончательный анализ. Вот, смотрите. Помарка какая-то. Бладайка. Да нет. Вы знаете, мне кажется, здесь шифр был какой-то. Я в этом почти уверена. Но его разглядеть можно только в оригинале. Я не ногой больше в это агентство. Хватит с меня. Ну, может быть, на компьютере удастся сделать подчетче изображение. Девочки, девочки, пожалуйста. Профессор же ругается. Он думает, что вы не хотите его видеть. Давайте уже тебе смотри, мы устроим и... Катя, я хоть сегодня. Но сначала ты идешь к стилисту. К стилисту? Чего? Виктор Клюев посещал одну тоже парикмахерскую. А для постоянного клиента стилист – это все равно, что психолог. Ах! О, как! Мне Витя Клюев сказал, что здесь лучшие стилисты в городе. Но я, конечно, не поверила. А он говорит, иди к Марине. У нее золотые руки. Но вижу, что скоро все мы к вам придем. Очень здесь хорошо. Мне очень понравилось. Витя, он такой милый. Каждый раз, когда стрижется, головочку держим. Чиво ее оставляет. А на праздник всегда шоколадки. Ой, Витя, наш котик. Правда, устает в последнее время очень сильно. Головочку держим. Вы тоже заметили? Да. В прошлый раз у меня в кресле уснул. Видимо, у него бурная личная жизнь. Бурная. Бурная не то слово. Нашел себе какую-то замужнюю. Наверное, вы не знали. Трепет ему, небось, нервы. То уйду от мужа, то не уйду от мужа головой. А вдруг ее муж Витю голым застал под кроватью? Ну, насчет мужа не знаю. Но недавно с одним мужчиной разговаривал. Так кричал, так ругался. Да? А вы мужчину видели этого? Нет, они по телефону говорили. Ага. Но это было страшно. Я никогда не думала, что Витя может быть таким сердитым. Да что вы говорите? Здравия желаю. Здрасте. Такую оперативную игру провалил, а? Кобылкин. Стыдно. Понимаешь, Кобылкин? Стыдно. Раскусили тебя, как мальца. Встречу отменили. Кто раскусил? Девчонка, школьница, сопли зеленые. Сверидов, ты чего орешь-то? Так у нас это, планерка. Вот вижу. Сейчас допрессуешься, Кобылкин у тебя уйдет в запой. И кто работать будет? Так я ж. Я шучу, шучу. Я знаю, что не пьющий. Пьет у нас Зеленкин. Молчи. Так, у меня результаты экспертизы. По мужу Примаковой, по трупу. Готовы? Какую экспертизу? Да, я... Сейчас. Вот в следующий раз получил документ. Сразу бегом ко мне в кабинет, чтобы я не бегал за тобой по всему отделению с протянутой рукой. Слушай, Ставич. Все, работай. А как вы в роль вживаетесь? Просто нужно овладевать навыками того персонажа, который ты сейчас играешь. Ну, например, играешь ты... Кого? Великого пианиста. Да? Ну, так изволь научиться на пианино играть так, чтобы училка в музыкальной школе заплакала от счастья. Как-то так. А какую роль вы сейчас играете? Частный детектив. Ничего себе. Мне такое никогда не сыграть. Ну, почему? Коль. Ну, вот что вы знаете о детективах? Ну, они за всеми следят. Ну, давайте последим. Посмотрите по сторонам. Кого вы здесь считаете подозрителем, а? Я не знаю. Этот, что ли? Не угадал. Кто тогда? Да. В чем дело? Кошелек девушки верните, пожалуйста. Какой кошелек? Да вы что? В правом кармане. Сам достанешь или мне? Девушка, это ваш кошелек? Да он там, валялся. Конечно. Девушка, возьмите, пожалуйста. Никогда не оставляйте ценные вещи у себя за спиной. Спасибо. Офигеть. Итак, один, семь, шесть, шесть. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, подзвоните позднее. Да, боже, что ты. Яш, ну чего ты? На прогулку? Потерпи сейчас. А в любовных сценах снимались? Нет. Мелодрама не мой жанр. Твоя мать идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, куда ты так спешила? А вы мама Наташа? Она самая. Мам, это Женя. Очень приятно. Ну, как это, трудно быть женой актера, да? Очень. А что ж ты меня в кафе не пригласил? Ира, можно тебе на пять слов? Извините сейчас. Чего это они? Ну, прости. Зачем ты детям голову дуришь? Наташа попросила. Но она не виновата, я виноват. Меня ругай. И буду ругать. Что ты наплел им? Не им, а им, а им, а им, а Жене. А, то есть Наташа и вы заодно. Сначала она... Яша, сидеть! Сначала она вытаскивает мне в интернете актера, а потом ты его изображаешь. Прекрасно. Ир, ну просто... Девушке нравится парить. Я просто хотел как-то помочь. Ну, да. Ну, не сердись. Ну, хорошо. Хочешь, я пойду, ему все скажу. Ничего не хочу. Ир. Женя, я приглашаю тебя в гости. Ты просто марш домой. Ну, а ты, я надеюсь, все понял, артист? Ну, извини, такое знакомство у нас получилось. Я, конечно, не так планировала. Но этот папа, у меня с ним такие непростые взаимоотношения. Да это ничего. Мой папа говорит, что не ссорятся только чужие люди. Я бы с этим поспорила. Скажи, а ты что, правда так хорошо в компьютерах разбираешься? Ну, кое-что понимаю. А вот такую надпись можно восстановить? Ну, у вас скан есть? Документы этого? Да, в ноутбуке. У меня ноутбу в комнате. Пойдем? Наташа. Пожалуйста. Приберись со стола. Садись. Ну вот. Хорошо, все сделаю. Графический редактор же есть. Ну, ладно, хорошо. Ну, все, наконец-то. Никто ничего не заметит. Так. Ну, что, тебе нравится? Валентинчик? Валентинчик. Попрости, я задумался. О чем? Почему этот сыщик-шантажист назначал встречу в одном и том же кафе? Ну, может, ему там кофе нравится? Ну, нет. В детективах это обязательно означает какую-то зацепку. Вот. Александра знала, что если несколько странных историй происходят в одном и том же месте, это не случайность. Загадку представляет само место. Разгадать тайну места означает найти ответы на важнейшие вопросы. Понимаешь? Спасибо. Ну, если тебе надо помочь с математикой, то обращайся. Хорошо. Да я, в принципе, хорошо учусь. Наташ, иди похозяйничай. Пойдем. Пойдем. Так, ГНЧ, гончарная. Прекрасно. Ну-ка, ну-ка, они же и конверты с мене заказывали. Ну да, вот медцентр. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, я к вам. Ваш отдел заказывал конверты с картинами Моне. И неделю назад вышла путаница со счетом. Хотелось бы все уладить. А, точно было такое. Вы еще их доставили нашему главврачу. Он тогда сильно кричал, ругался. Ничего подобного он не заказывал. Ой, так неудобно получилось. Хотелось бы все уладить. А как зовут вашего главврача? К нему можно как-то попасть? Зовут его Филатов Илья Васильевич. А вот попасть к нему у вас не получится. Он уже несколько дней на работе не появляется. Мы сами не знаем, что делать. Домой звонили? Да куда мы только не звонили. Дома никто трубку не берет. Он холостой же. Сестра ничего не знает. Да и лучший друг тоже. Лучший друг? У него лучший друг Клинков. Нет, Клюев. Виктор Клюев? Ну да, наш патологоанатом. Девушка, только вы мне можете помочь. Вся надежда на вас. Если я до вечера не разберусь с документами, меня уволят. Дайте, пожалуйста, адрес Филатова. А с меня шампанское, конфеты. Я вас умоляю, ничего не надо. Вы его, главное, найдите. Мы вам всей больнице еще спасибо скажем. Он живет в парголово. Пойдемте, я вам напишу точный адрес. Получается, что Леньков следил за двумя друзьями. Один патологоанатом, другой главный врач больницы. Но адрес главврача потом стерк. Да, странно. Зачем ему это? Тут какая-то хитро вывернутая комбинация. По документам Филатов заказал конверты, один из которых был на месте убийства. А сам Филатов утверждает, что ничего не заказывал. А теперь Филатов пропал. Девочки, вот тут какая-то подстала, точно. А может быть, это Клюев все провернул? Катюня, что тебе говорит твоя фотографическая память? Ничего. В тот день, в день убийства, Клюева, ну, не было в кафе. Ну, не знаю, может быть, он был в каком-то парике, Кать. Ой, да хоть в женской одежде, как Керенский. Его не было. Послушайте, вообще, Валя говорит, что это очень странно, ходить в одно и то же кафе. Согласна. Леньков мог выбрать любое другое кафе. Более удобное. Ну да, и не было бы риска примелькаться. Точно. В кафе есть тайник. Тайник. Девочки, вы что? В туалете. Поехали. Подождите, дайте пышку доеду. Катя, некогда. Да, ну, нет. А-а-а. КОНЕЦ Добрый день, вам столик на троих? Не волнуйтесь, девушка, мы вас потом кофе закажем. Угу. Так. У меня пусто. И у меня пусто. Здесь. Эти пустоты в стенах будем укреплять цементом и тяжелую плитку заменим жидкими обойми. В цветочек, в цветочек. Записываю. В цветочек. Девчонки, ну это, постойте на дверях. Ага. Давай, подержу тебя. Кать, смотри. Размотрю. Ну. Есть. Есть. Гаденыш какой-то Тленьков. Продавал клиентам компромат, а сам копии хранил. Отсюда вывод шантажисту верить нельзя. Ему всегда мало. Вот рыжая Соня зажигает. Муж той чопнутой блондинки тоже ходок был. Смотри. Опа, Клюев. Смотрите. А это же это, это это, Варвара Примакова. Да. Они что, знакомы? И даже ближе, чем мы думаем. Ага. А это что такое? Журнал учета. Алло, сейчас я. Журнал учета оборотов медикаментов. Анаприлина. Какая-то партия Анаприлина, вот, обведена. А в получении расписался Филатов. Я в первый раз такое вижу. Чтобы главврач сам на себя заказывал лекарства. Только разве что для личного пользования. Интересно, Анаприлина, что это такое? Кто из нас в медицине разбирается? Ну, никто, а что? Интернет. Да завезу я. Да я вам обязательно привезу эту роклетницу. Обязательно. Ну что тут, девочки? Едем в Парглова. Девочки, пожалуйста, давайте через меня, а? Мне нужно обязательно завести роклетницу. Тетя уже икру мечет. Ладно, заедем только на обратном пути. Залезай в машину. На, смотри. Анаприлина. Полиция! Человека убили! Ой. Живой? Ай! Живой! Ай! Все нормально. Книга спасла. Спасибо Пифагору и Карлу Фридриху Гауссу. Ну, слава Богу. Спасибо. Анаприлин. Инструкция. Препараты серии адреноблокаторов уменьшают автоматизм синусового узла. Возбудимость миокарда. Вот. Может привести к инфаркту человека, у которого наблюдаются проблемы с сердцем. Ничего себе, такое лекарство и продается без рецепт. Ой, Жан, сейчас можно умереть от витаминки С. Девочки, ну вот муж блондинки был сердечником. Это еще его друг Петя что-то об этом говорил. А ты можешь что-то конкретное вспомнить, Кать? Жан, у меня фотографическая память, а не филологическая. Так, а мы сейчас посмотрим, что у Ленькова написано. Вот. Наблюдение за объектом прекращено по причине смерти последнего от инфаркта. Ха-ха-ха. Девочки, мы на пороге разгадки. Да. Здрасьте, а мамы дома нет? Я зайду. Спасибо. О, цветет у вас в посты. У-а-а. У-а-а. Жень, помоги мне вазу достать. Че, это он? А не подскажете, где я могу найти Клюева? Он в патолого-анатомическом отделении. Спасибо. Но он куда-то срочно уехал. А, секундочку, извините. Скажите, а он, случайно, не на этой машине уехал? Да, это его. Спасибо. Да? Кто это? Это Ивушкин. Какой Ивушкин? Частный детектив. Так. Мне кажется, я знаю, кто убийца. Стоп-стоп-стоп. Выходим? Е-е-е-е Ой-ой… У-у-у-у… Ничего себе домик. Ну да. Он все-таки не санитар какой-нибудь. Вау… О! Девочки, по-моему, здесь кто-то дрался. Евушкин, что-то я не вижу энтузиазма. И не увидишь. Здесь есть кто-нибудь? Никого. Нужно осмотреть дом. Вот эта дверь куда ведет? Здесь есть кто-нибудь? Ой. Ой. Осторожно. Катя, давай аккуратнее. Ой. Подождите, подождите. Катя! 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 Грубо работаете. Грубо не грубо, а вы повелись. Фонарь дай сюда. Дай сюда фонарь. Дай! Это… А давайте договоримся. Конечно. И заверим нам в договор нотариально. А вас… А вас все равно вычислят. У вас куча логических ошибок. Например, вы все время на каждом углу вопили, что вам муж извиняет, а сами вот с этим крутили и этого сыщика наняли зачем-то. Я хотела Володю поймать на измене, развестись красиво. А потом подумала, а зачем разводиться, имущество делить? Так это вы, что ли, его довели до инфаркта? А ваш лучший друг Филатов, он стал об этом догадываться, когда вы на него записали партию Наприлилина. И тогда он нанял Ленькова, а Леньков пытался продать вам этот компромат. И это была его огромная ошибка. Ой, девчонки, машину подгони. Кстати, из этого же пистолета я убил вашего детектива. Сережу? Сережу. Да, Сережу. Не люблю любопытных. Кстати, к вам тоже это относится. Не надо! Сережу! А-а-а-а-а-а! Лайдер! Давай! Всем стоять! Оружие на пол! Быстро! Не трогайте моих подруг! Гражданка Дронова, опустите пистолет. Катя! Положи! Нет, я тебе не позвонила, просто, просто потому, что поняла, что тебе нельзя верить. Просто надо было спросить меня откровенно, вот и все. Хорошо, спрашиваю, кто была та девушка в магазине? Ира, это свидетельница, сестра Филатова. Я влез в это дело только ради тебя, чтоб ты себе не навредила. Прости. Вольно? Ну вот, из-за меня тебя чуть Клюев не убил. Как и тебя, и твоя подруга. Ира, я тебя очень прошу, пожалуйста, обещай мне, что ты всегда будешь отвечать на телефонные звонки. И это не потому, что я тебе не доверяю и хочу контролировать каждый твой шаг. Просто иногда мне нужно сказать тебе действительно что-то, что-то очень важное. Например, что? То, что я… Ну, гражданин, частный сыщик, спасибо вам за оперативный звонок. Очень помогли. Взять по личным это, так сказать, особое удовольствие. Ну что, вы бы и без меня на него вышли. Ну, я уверен, что Примаков умер не сам, и что патолог Анатом Клюев выписал поддельное свидетельство о смерти. Теперь сделаем повторное вскрытие, и я надеюсь, все подтвердится. А вы-то как об этом узнали? А, все дело в конвертах, но вам лучше он Кате расскажет, она у нас художница. Жан, да не помню я ничего. Вот мы зашли, увидели труп, а дальше что, совсем ничего не помнишь? Ничегошеньки. Это у тебя от стресса. Ну… Ну… Я думаю, сегодня разговор не состоится. До свидания. Я подумала, все, как конец. А когда я увидела эту блондинку с ружьем… Да, спелись, сладкая парочка. Ой, это же Рюшкин. О, заторопилась, заторопилась. Так, ну а я предлагаю тост за наших дам. Чудесный тост. Спасибо. Благодарю. Ира, прости меня. Давай начнем все сначала. Спасибо, не хочу. Ну, с дочерью я хотя бы могу увидеться? У нас сейчас гости. Ладно, я позову ее. И имей в виду, я буду подавать на развод. А, то есть ты все уже решила? Да, решила. Хорошо, я снаружи подожду. Вы к кому? Ира дома. Дома? Позвать? Нет, не надо. Будьте добры, передайте ей вот это. А что сказать? Нет, ничего. Девушкин слушает. Да. Здравствуй, дочь. Привет. Это маме. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот просили передать курьеру. Кстати, а потом Валюша нанял курьера. И мы наконец-то отправили эту роклетницу течиной подруге. Ура! Ура, товарищи! Давайте выбим за это. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. Абоненты разговаривают по другой линии. Ты, наверное, сейчас очень занят? Сидишь где-нибудь в засаде? Или спасаешь чью-то жизнь? Ну, ты просто знаешь, что я тебя жду. Пожалуйста, позвони мне. Да-да-да, я вас слушаю внимательно. Продолжайте. Да, понятно. Понимаю. Разумеется. Да, я все понял. Давайте, знаете, встретимся у меня в кабинете. Да. Чуть-чуть. Фу! Фу нельзя! Фу! Так, секундочку. А я тебя знаю. Ну, Тимофей Иванович с собственной персоной. Ну-ка. Это ты? 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 Точно ты. И в любви мне повезет. Оно вон как вышло. Ну, что ты натворил? Ах ты, Тимофей Иванович. Ну, и что это? А? Не стыдно? Так. Ну, пойдем, потеряшка. Тих-тих-тих. Тимофей Иванович хороший. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok